да почему мы не понимаем друг друга прежде всего это когда я ставлю себя на первое место я думаю себе больше чем о других это не дает возможность слышать и слушать другого никогда потому что я преследую только свои цели и свою стану на этом первом этапе что происходит приходит родители домой родные детки подходят и говорят папа мама давай это давай то а родители говорят я устал я не могу я занят не сегодня и таким образом родители раздражаются понимаете что важно и тут предлагается следующее когда мы учимся коммуницировать то есть основная причина непонимание это то что мы не тренируем навык понимать друг друга мы не тренируем это а нам нужно поставить себе за задачу научиться понимать другого а как это сделать например если мы изменим свое отношение правильно расставим приоритеты и на работе в отношениях с чужими людьми с другими людьми будем учиться коммуницировать то есть некая такая тренировка держать себя в руках предоставлять право выбора да и так далее мы будем там на работе тренироваться то когда мы будем приходить домой у нас всегда будет энергия и силы для того чтобы теперь применять знания там я потренировался на работе а пришел домой да доченька да что тебе хочется да то есть тогда у нас откуда-то силы берутся потому что семья должна быть в приоритете они работа сначала господь потом семья а потом социальная реализация а у нас по-другому но вы питаете курочки мы знаете чтобы вам строить иначе ваши родители взрослые вы видите они тоже стараются папа добычек папа добычек в основном это наша женская функция чтобы вы были в курсе воспитание детей папа участвует папа ваш такой он участливый видно видите вас притащил сюда на нем большая ответственность смотрите вторая причина непонимания когда я закрыт а что значит закрыт есть понятие два вида радости есть радость внешне что значит внешне радость внешняя еще ее называют резиновая она всегда унижает других людей вот смотрите сколько сейчас разных шоу-программ разных блогов шмогов и так далее где вы когда мы смотрим да о человек прыгнул со скалы глупо упал и умер ха 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 как смешно сколько сегодня проектов где других людей унижают а мы с вами смеемся вот эта радость она ведет к депрессию невоспитанный ну смотрите квартал 95 там насмехаются над политиками а мы смеемся вместе потом если вы посмотрите раз миши смешно это как а смешного да да рассмеши комика там не весь злой юмор да но если вы посмотрите в основном люди больше всего смеются когда идет унижение других людей когда кого-то унижают там например дал поджог не какой-то и ха 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 и все смешно значит еще ты чистенькая то есть у нас сегодня очень много смеются когда унижают других людей а это всегда ведет к депрессии человеческой души именно по этой причине из-за того что это резиновая радость расширяется из-за того что она множится именно по этой причине сейчас такое бесчисленное безграниченное безграничное количество людей которые страдают депрессией и эта радость она всегда подавляет и другого и самого человека а есть истинная радость она несет только открытость она несет только добрый юмор она всегда является как поддержкой да как-то сгладить ситуацию как-то поддержать вдохновить то есть эта радость вдохновляет резиновая подавляет унижает уничтожает а истинная радость вдохновляет так вот когда я закрыт я не способен на истинную радость ей неоткуда брать браться и радость это всегда движение либо вверх либо вниз третья причина непонимание я нахожусь не в том состоянии да у меня нет настроения наша задача обучать детей независимо от нашего состояния какая бы ни была бы ситуация в жизнь нам нужно находить силы энергию чтобы концентрироваться на обучение наших детей использовать любую возможность потому что мы им декларируем установки как надо жить что делать что не делать а сами на своей жизни на своем примере от показываем абсолютно другую и для того чтобы это прочувствовать мы сейчас с вами посмотрим очень интересный видеоролик дети это эхо наших мыслей наших поступков наших действий понимаете они как отголоски что это значит если мой ребенок кричит на людях если он капризничает то возможно маме нужно перестать кричать на папу понимаете или наоборот то есть все что мы чем мы недовольны в наших детях вот что нам больше всего в них не нравится за что мы больше всего их осуждаем это мы являемся первоосновой первоприродой да вот первопричиной они просто как эхо в унисон повторяют за нами они нет они впитывают все а потом отражать мы просто эти недостатки в основном видим когда ребенок делает что-то хорошее мы порой даже забываем ему сказать о молодец ты очень отлично справился с этой задачей а зато когда что-то какая-то ошибка вот тут вот начинается мочила и они научаются что добро не вознаграждается а зло наказуемо но зло какое а потом ребенок смиряется то я и так вечно не прав ты так недоволен извини что я являюсь темным пятном в твоей жизни нам нужно привыкнуть что говорить о проблеме вот когда есть какая-то проблема когда мы недовольны родителями своими когда мы недовольны детьми своими работа или еще чем-то о проблеме нужно говорить когда есть проблема да только с теми людьми с которыми мы эту проблему будем решать никаких то есть нам нужно говорить о нашей проблеме только с теми с кем мы будем эту проблему решать с кем можно да вы можете со мной как с психологом поговорить о проблеме почему мы же с вами эту проблему будем решать искать способы но просто так говорить с подружками ты представляешь вы подумайте зачем нам слушать жалобы если все равно ничего не изменится и как лучше поступать к вам приходит человек и начинает ныть вы понимаете что в этот момент он разрушает сам себя почему бы что он себя возвышать ты представляешь и он начинает осуждать других принижать обесценивать а себя тем самым возвышать и что происходит он становится на первое место вместо до вместо того чтобы искать способы договориться проговорить выяснить ситуацию узнать помочь найти способы понять другого он начинает искать свободные уши тем самым себя вы возвышая так вот зачем слушать жалобу на то что никогда не изменится еще один такой посыл вам не удастся никогда создать мудрецов если вы будете убивать в детях шалунов это сказал жан-жак русон еще один посыл слишком послушные сыновья то к чему стремятся все родители никогда не достигают многого это сказал абрахам брилл еще один посыл наши дети это не нераздражители наши дети это указатель теперь мы с вами смотрим видео про разные состояния и что нам нужно продолжать обучать наших детей чтобы не случилось а а а я а а а Дай мне права пенес! Пупас! Папа принес дневник, когда сын был еще маленьким, и там об этом был слух. Сегодня мой самый младший сын, которому несколько дней сидел со мной в парке, а перед нами порхал воробей. Мой сын спросил меня 21 раз, что это? И я ответил 21 раз, что это воробей. Я обнимал его каждый раз, когда он задавал мне один и тот же вопрос, снова и снова. Я даже не думал рассердиться, чувствуя привязанность к своему невинному маленькому мальчику. Задача родителей. Мы ожесточаемся, раздражаемся. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok